Витаю вас, вельца шановные, дорогиеся брокки, вели и сябры. Витаю, час нам подсумывать то, что мы сделали за последние пару месяцев. И я вас витаю, уважаемые господства. Так, сегодня стартует наш 10-й выпуск, поэтому давайте подведем выники. За это, как той казалось правоздачно выборчий период, мы переконавши доказали белорусское походжение Наполеона Бонапарта. Не знаю, кто сказал Наполеону про его на белорусские коронии, но лучше всего не было, иначе чего он бы ринулся вызволять от российского империализма речь посполитую до Великое князство Литовское. Мы продемонстрировали белорусские коронии Нельсона Манделы. Хучей за все Нельсон Мандела, хотя б частково, але почувався белорусом. Иначе откуда столько праги справедливости, ровности, братырства, откуда столько можности? Про наш сериал вы доведались, что белорусом был Достоевский. Ну ось, все ведают злочинство и покаранье, идиот, братов Карамазовых. А те ведали вы, что Федор Михайлович Достоевский – белорус? Ну то ведайте. Безумовно белорус. Лермонтов. Так как же ж не лечить белорусам нащадка литвинско-белорусского жаунира, який героично змагался с московской навалой и писал проникненные версии по-белорусски? Аурама Линкольн. Так теперь ясно откуда у Аурама Линкольна столько праги до свободы, ровности, братырства, властивой каждому белорусу? Уильям Шекспир. Вот и разгаданные тайницы загадки великого драматурга. На самом речь, с правой у его нем белорусским походжениям. И поверьте, мы для вас назапасили шмат якой цікавой и нечеканной информации про інших сусветных героев, яких дагетуль никто не лечил белорусами. Але факты – неумольная речь. Таму дасылайте нам лайки, коменты, прапановы. Мы – открытые дады и алёг. Думаю, никто на вас не покрылзецца, калі пасля хвіліннага маучання вы тихо, але упэвнена вымавите. Жыве Беларусь! И калі раптам вам доведецца быть у вёсцы Цгуну, прадовой вёсцы Манделову, дык стань ці тварам обок Беларусі, и тихо, але упэвнена прамовите. Жыве Беларусь! И калі раптам вы опынятецца удастоявецца в Войтовцах, ціто Санкт-Петербургу, каля мемориальны шильды великага письменника, дык варта тихо, але годна прамовець. Жыве Беларусь! И калі вам доведецца наведець Москву, ціто Пятигорск, падайдзіцца до стену Крамля, ціто і зайдзіцца на гару і горяча промовці. Жыве Беларусь! И калі раптам опынятецца ў Вашингтоне, в ягоном центры, у мемориалі Линкольном, дык калі ласка, прайдзіцца паміж неогрецкіх калюмнах, падайдзіцца до статуи шыстнадцатага президента злучаных штату, і тихо альбо гучна, як вам захочецца, промовці. Жыве Беларусь! І калі вы раптам опынятецца ў століце Великій Братанні, калі адновліна шекспіровська альбо шестяроїцька театру «Глёбус», ціто ў горадзі Стратфорд-Эпан-Эйвен, дык можецецца смело промовіць «Жыве Беларусь!» І калі раптам вы опынятецца ў Чыкага, а лепі ў Лас-Вегасі, і вырашецца там пагуляць ў казіно, дык пасля буйного выигрышу гучна промовці «Жыве Беларусь!» І калі раптам вас занесе ў Віншай, ціто ў Мілян, дзе знаходцца знакамітае таємная вечера, ці ў Парызкі Лувр, дзе заховываецца знакамітае Моналіза альбо Джаконда, ціха але ўпеўнена промовці «Жыве Беларусь!» І хтось ці? А можа стацца і голос із небесаў вам адкажа. Жыве! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!